всех приветствую это канал александр play и сегодня у нас с вами 28 урок обучение игре на баяне продолжаем изучать нотную грамоту тема сегодняшнего урока это паузы паузы также как и ноты могут иметь разную длительность разную длительность то есть может быть восьмая пауза так же как и нота четвертная пауза может быть половинная пауза целая пауза это перерыв в звучании то есть когда ничего не звучит как же записывается пауза вот у меня представлено несколько тактов и в этих тактах как вы успели заметить разные размеры например размер вот этого такта 4 четверти а вот этого такта уже 7 четвертей дальше вот это вот так то 6 восьмых ну вот отсюда начали уже писать 6 восьмых 6 восьмых у этого так то 2 вторых то есть две половинки а в этом такте аж целых 13 половинок но до этого мы дойдем чуть позже сначала же разберемся как записываются паузы итак с паузой пауза вот здесь представлена восьмая пауза она написано два раза вот эта восьмая пауза и вот это восьмая пауза. Давайте рассмотрим более крупно. Вот более крупно мы видим восьмую паузу. Восьмую паузу. Вот у меня написано пауза, написано восьмая. И вот это две восьмых паузы. Видите, как пишется? Такая как бы точечка, потом такое закругление. Раз, выходим вот сюда и линия вниз. Примерно вот до второй линейки. Но это не принципиально. Но как за образец возьмите вот такое написание. То есть между третьей и четвертой линейкой ставится вот такая точка, рисуется ручкой. Потом делается вниз. Такое закругление идет потом наверх. И косая такая наклонная идет до второй основной линейки. Вот примерно, примерно так возьмите за образец. Хотя многие пишут, ну так сказать, как им больше нравится. Вот примерно вот возьмите такой образец. Это восьмая пауза. Восьмая пауза. Далее у меня в этом такте стоят три таких значка. Они уже нам встречались. Это четвертная пауза. То есть это три четвертных паузы. Вот четвертная пауза, вот четвертная пауза и вот четвертная пауза. Вот четвертная пауза имеет такое хитрое написание. То есть нужно как бы повести вниз, сюда, вот это нарисовать. Это, кстати, надо потренироваться. Довольно непросто ее написать. Она, в общем-то, ни на что и не похожа. Но вот такой значок она имеет. Такой значок она имеет. Многие, когда ее пишут, ну не совсем, правильно пишут. Хотя она вот примерно как здесь нарисована, примерно так и пишется. Это четвертная пауза. Но нам, в принципе, писать ноты от руки-то и не придется. И не придется. Я вас учу нотам для того, чтобы вы могли по ним играть. А следовательно, чтобы вы в тексте узнавали эти паузы. А в печатных изданиях вот таким образом, собственно, и пишется четвертная пауза и восьмая. Далее следующий такт. Но прежде, чем перейти к следующему такту, давайте, как всегда, проверим, а верно ли записан вот этот такт 4 четверти. То есть верно ли, верно ли в нем расположены паузы. Нам нужно, чтобы было всего 4 четверти. Ну давайте самое простое, как посчитать. Раз четверть, два четверть, три четверти. Еще осталось две восьмушки. А восьмушка плюс восьмушка это четверть, правильно? В четверти же две восьмых. Вот поэтому это четвертая четверть. Итого получилось 4 четверти. Следовательно, этот такт записан верно. Переходим к следующему такту. В следующем такте представлена половинная пауза. Половинная пауза, вот она. Вот одна половинная пауза, вот другая половинная пауза. Две половинных паузы как раз и дают нам 4 четверти. Потому что в одной половинке две четверти и в другой половинке тоже две четверти. А всего 4 четверти. Значит такт записан верно. Половинная пауза записывается над третьей линейкой. Вот таким прямоугольничком. Над третьей линейкой. А в следующем такте представлена целая пауза. Она записывается под четвертой линейкой. Прямоугольничек под четвертой линейкой. Целая пауза занимает весь этот такт. Потому что, как мы знаем, целая нота вмещает в себя две половинных, либо четыре четверти. Четыре четверти вмещают в себя целая нота. Значит этот такт записан правильно. Итак, вернемся к тому масштабу, который был у нас до этого. До того, как мы приблизили, чтобы получше рассмотреть эти паузы. Итак, вернулись к прежнему масштабу. Дальше будем учиться. Будем учиться. Будем проверять, верно ли записаны такты. Это нужно для того, чтобы вы вместе со мной вот сейчас начали уже разбираться в том, как просчитывать эти все паузы, верно ли они записаны. Вот значит такт представлен. Нужно проверить, верно ли записан этот такт. Смотрим, какой у него размер. У него размер семь четвертей. Значит нам нужно, чтобы пауз вот этих, которые в нем записаны, набралось на семь четвертей. Давайте считать, какую мы видим самую крупную паузу. Это вот эта пауза целая, которая записывается под четвертой линейкой прямоугольничек. Видите, смотрим слева, как записывается целая. И вот видим, вот целая. Вот значит целая. Целая пауза это сколько четвертых пауз? Четыре. Потому что целая это две половинки, а в каждой половинке по две четверти. Значит четыре четверти. То есть вот эта целая пауза дает нам четыре четверти. Дальше видим еще по бокам вот эту четверть и вот эту четверть. 4 плюс 2 получается 6. То есть 6 четвертей мы набрали. И остается 2 восьмушки. А 2 восьмушки это как раз 8 плюс 8 это четверть. Вот и получается в итоге 7 четвертей. Потому что целая пауза это 4 четверти. Дальше считаем 5, 6 и 2 восьмушки 7. То есть 7 четвертей. Все верно. Но можно считать в каком-то другом порядке. Например вот эта четверть плюс. То есть считаем 1 четверть. Дальше 2 восьмушки это 2 четверть. Целая пауза это 3, 4, 5, 6. И еще одна 7. 7 четвертей. Все верно. Дальше рассмотрим следующий такт. Поскольку тут снова размер не написан, значит размер остается прежним. Какой был записан последний раз. Но обратите внимание именно какой был записан последний раз. То есть не 4 четверти, а именно 7 четвертей. Вот у нас 7 четвертей так сказать внедрилось в наш нотный текст. И дальше значит в следующем такте, если нет никаких указаний о смене размера, значит этот такт имеет размер тоже 7 четвертей. Проверяем его. Как здесь удобнее посчитать? Что мы видим? Мы видим половинную паузу, потом восьмая пауза, потом половинная, потом восьмая, потом снова половинная. Давайте сначала половинная посчитаем. Половинная пауза это 2 четвертых паузы, то есть 2 четверти. Получается 1, 2, 3, 4, 5, 6 и не хватает еще 1 четверти. А еще 1 четверть как раз и получится, если мы просумбируем вот эти оставшиеся 2 восьмушки. Вот и получается 7 четвертей. Дальше поехали. У нас дальше появляется вот здесь размер 6 восьмых. И вот следующий такт 6 восьмых. Верно ли записано так на 6 восьмых? Что мы здесь видим? Мы здесь видим половинную паузу и видим 2 восьмых паузы. Половинная пауза плюс 2 восьмых. Будет ли это 6 восьмых или не будет? Ну давайте как рассуждать? Как рассуждать? Ну вот эти 2 восьмые, это нам понятно. Они и есть 2 восьмые. Нужно выяснить, а сколько в половинной паузе восьмых? Давайте половинную паузу разбивать. Итак, значит половинная пауза. Половинная это 2 четверти. 2 четверти. А в каждой четверти по 2 восьмых, значит 4 восьмых. То есть половинная пауза это 4 восьмых паузы. 4 восьмых плюс вот эти 2 восьмых, это получится 6 восьмых. Стоит на этот такт записано верно. Ну я вам сразу скажу, тут все такты записаны верно. Тут никакой подставы нет. Просто мы их для себя вот так вот все просчитываем, чтобы научиться ориентироваться в паузах и считать их. Берем следующий пример. Это следующий такт. Размер 2 вторых, то есть 2 половинки. Цифра 2 обозначает половинку. Если бы была однерка, например, 2 первых, то есть это 2 целых. То есть целая обозначается цифрой 1, половинка обозначается цифрой 2, четверть обозначается цифрой 4, восьмая обозначается цифрой 8. Ну четверть, восьмая это понятно, что 4 и 8. А вот половинная и целая, может быть кто-то бы сразу не догадался, что половинная это 2, ей соответствует цифра 2. А целая это 1. Это 1. Вот имейте это ввиду. Значит, 2 вторых это 2 половинки. Что мы здесь видим? Какую есть паузу мы видим? Половинную? Нет, не половинную. А целую. Потому что, видите, прямоугольничек-то где? Не над третьей линейкой, а под четвертой. Видите? То есть это целая пауза. А целая пауза сколько из себя представляет половинных? 2 половинных. Вот и размер как раз 2 половинных. Следовательно, этот такт записан верно. Теперь сложный пример. Теперь сложный пример. Рассмотрим последний такт. Он вот такой вот большой. Вот такой вот большой. И размер у него 13 вторых. То есть это 13 половинок в этом такте должно быть. Видите, сколько пауз? Сколько пауз. Давайте их сначала перечислим. Что у нас сначала идет? Целая пауза. Целая пауза. 2 восьмых паузы. Четвертная пауза. Половинная пауза. Целая пауза. Половинная пауза. Целая пауза. Вот это. И раз, два, три, четыре. Четыре четвертных паузы. Можно, конечно, решать эту задачу в лоб. Решать в лоб. Каким образом? Брать. Брать. И просто чисто математически на листочке записывать. Вот прям с самого начала. Поскольку это целая. Писать. Ну. Единица. Либо одна первая. Ну. Писать можно единица. То есть написать единица. Плюс. Единица. Плюс. Одна восьмая. Плюс одна восьмая. Плюс одна четверть. Плюс одна вторая. И так далее. Вот так вот записывать. Записывать все эти дроби. Ну. Единицу можно как угодно представить. Там. Когда к общему знаменателю вы будете приводить. Если вы умеете работать с обыкновенными. Ну. С самыми простыми дробями. Вот можно так в лоб на листочке записать. И посчитать. Если у вас в итоге эта дробь получится 13 вторых. Следовательно так записан верно. Но этот способ. Этот способ. Он так сказать чисто механистический. То есть просто проверка на то умеете ли вы работать с математическими дробями. Так сделать можно. Но я вам предлагаю анализировать это несколько по-иному. Несколько по-иному. Находить в каком порядке. Лучше подсчитывать эти все паузы. Вот эти цифры которые у меня здесь записаны. Вот. 2 плюс 2 равна 4 половинных. 13. 5. 7. 8. 6. 9. 10. 11. 12. Это я веду под счет половинок. Я начинаю считать. Вот с этих пауз. С целых. Вот с этой целой паузы. И вот с этой целой паузы. Целая пауза это 2 половинных. Вот я пишу 2. Плюс еще одна целая пауза еще 2 половинных. Вот я пишу плюс 2. 2 плюс 2 равняется 4. 4 половинных. То есть вот эти две целые паузы это 4 половинных. Держим это в уме так сказать. Считаем дальше. К 4 прибавляем вот эту половинную. Вот именно эту. Вот эти 8 четверть пока пропускаем. Вот именно эту прибавляем. К 4 половинных. Получается 5 половинных. Пишем вот здесь 5. Дальше ищем. Целую пропускаем. Вот еще половинная. Прибавляем к 5. Получается 6. Вот я написал 6. Дальше я рассматриваю вот эту целую паузу. Целая это 2 половинных. Значит будет 7, 8. То есть 6 было же 6. И плюс 2. Это 8. То есть добавилась 7 половинная. И добавилась 8 половинная. Вот мы уже имеем 8 половинных. Дальше я рассматриваю вот эту целую паузу. Еще 2 половинных. Получается 8 плюс 2. То есть 10. Вот мы имеем 9 половинную и 10 половинную. Получается 10 половинных. Далее я рассматриваю вот эти 2 четвертные паузы. 2 четвертные паузы образуют половинную. Было 10 половинных. И вот эти 2 четвертные паузы образуют 1 половинную. Стало 10 плюс 1. 11. Вот я пишу над ними 11. Еще вот эти 2 четвертные. Это еще одна половинная пауза. 11 плюс 1 получается 12. Вот я пишу 12. И наконец, что у нас осталось? У нас, значит, имеем мы 12 половинных. И у нас осталось 2 восьмых паузы и 1 четвертная паузы. 2 восьмых паузы можно считать, что это четвертная. Значит, 2 восьмых это четвертная. И плюс вот эта четвертная как раз таки половинная. Было 12 половинных. Плюс вот эти 3 значка этой половинной. Получилось 13 половинных. Вот и получается, что этот такт записан верно. Но это уже довольно такой сложный пример. То есть уже не самый простой пример. Но если, значит, в музыке, конечно, такое может встретиться. Но уже в более сложных произведениях. Где какие-то такие размеры сложные. Где много мелких длительностей. Видите еще в чем дело? Мы с вами еще прошли не все длительности. И вы не думайте, что вот этот такт 13 вторых это самое сложное, что может быть в музыке. Это наоборот самое элементарное, я бы сказал. Мы еще с вами не прошли другие длительности. И еще не прошли, что такое нота с точкой. Видите в чем дело? У нас самая мелкая длительность, какую мы знаем на данный урок, это восьмая. Но длительности бывают еще мельче. Бывают шестнадцатая. Тридцать вторая. Шестьдесят четвертая. Сто двадцать восьмая. Пятьсот двенадцатая. Ну, за редким исключением может быть тысяча двадцать четвертая и так далее. Я, кстати, могу дальше продолжить. 2048, 4096, 8192, 16384, 32168 и так далее. Это степени двойки. Я их раньше учил наизусть, когда занимался математикой. Так вот, ноты это и есть степени двойки. Потому что, как бы, целая это одна первая. То есть, один делить на два в степени ноль. А любое число в нулевой степени единица. То есть целая нота или целая пауза, неважно, это 1. Если размер записывать так, то это получится 1 делить на 2 в степени 0. Дальше идет половинка. Это 1 делить на 2 в степени 1. Видите? Было 0, стало 1. Значит дальше будут 2, 3, 4, 5 и так далее. То есть степени двойки. Вот мы имеем такой, так сказать, ряд. 2 в нулевой это 1. 2 в первой это 2. 2 в квадрате это 4. Ну квадрат это 2. 2 во второй 4. 2 в третьей, или в математике говорят, 2 в кубе это 8. 2 в четвертой 16. 2 в пятой 32. И так далее. Вот и ноты получаются 8, 16, 32. Видите, какое еще поле для того, чтобы вот это все вам изучать. Я пока даю самое основное. Самое основное. Но чуть позже мы подключим, конечно же, помимо 8 длительности, еще 16 и 32. 64 уже не будем подключать. Хотя бывает встречается. Бывает встречается. И 64, и 128. Ну, я позже могу на примере какой-нибудь нотной литературы показать, какие бывают наисложнейшие ритмические рисунки. Такое можно встретить. Такое можно встретить. В литературе для фортепиано, по крайней мере. Но и для баяна тоже. Но для баяна чаще бывает попроще. Хотя, смотря что играть. Но вопрос о том, какие произведения из фортепиано и литературы можно играть на баяне, это вопрос отдельного видео. Может быть, я затрону этот вопрос. Пока что говорим про паузы. Итак, я там упоминал, что еще есть точка, то есть нота с точкой. Что это такое, мы узнаем тоже на другом роте. Сейчас пока голову забивать не будем. Пока вот основные паузы. Ну что, все по основным паузам. Сейчас будет домашнее задание. Итак, вот на экране представлено домашнее задание. В чем оно заключается? Мы видим нотный текст. Нотный текст, состоящий из тактов. У разных тактов разный размер. Разный размер я сейчас поясню. И в каждом этом такте нет нот, зато есть паузы. Задание заключается в следующем. Проверить, верно ли расставлены паузы в этих тактах. То есть, удовлетворяют ли все такты тому размеру, который задан. Хочу сразу сказать. Здесь не все такты, не все такты написаны верно. То есть, есть такой такт. И я даже вам скажу, чтобы вы сильно не мучились, что этот такт один. В котором допущена ошибка специально. Я специально записал неправильно. Программа позволяет записать неправильно, если знать как это делать. Так вот, ваша задача проверить все такты, верно ли записаны вот эти паузы. И соответствует ли размеру. И найти тот такт, в котором допущена ошибка. Этот такт, он один. Я вам сразу говорю, что он один. Итак, значит, первый такт, размер у него 4 четверти. Вот паузы проверяйте. Следующий такт, это вот этот такт. У него размер 5 вторых, то есть 5 половинок. Вам нужно посчитать, просуммировать вот эти паузы и сказать, получится 5 половинок или не получится. Далее идет, вот обратите внимание, такой интересный размер. 10 первых, то есть 10 целых. Единица это целое. 10 целых нот. И вот представлены паузы. Вот этот такой большой такт. Вы должны посчитать, получится 10 целых нот или не получится. Следующий такт. Ну тут более простой размер, 7 четвертей. Вот вы должны посчитать, получится ли тут 7 четвертей или не получится. Следующий такт, вот этот. Поскольку у него не стоит нового размера, значит размер используется из предыдущего такта. То есть размер не менялся здесь. Этот такт тоже размер 7 четвертей. Вы должны посчитать, будет 7 четвертей или нет. Дальше размер меняется. Идет следующий такт 6 восьмых. Вы должны посчитать, приходится ли вот эти все паузы в сумме. Дают ли 6 восьмых или не дают. Далее 2 половинки. Получится ли 2 вторых или нет. Далее 3. И последний такт 13 вторых. Получится ли 13 половинок из всех вот этих пауз. Видите, какой длинный такт, так много разных пауз. Вот пожалуйста. Вы можете очень большие такты двумя способами считать. Либо как мы на уроке делали. Либо как мы на уроке делали. То есть по смыслу. Сначала наибольшие считали, суммировали, записывали. Что вот тут столько-то половинок, тут столько-то. И так считали, считали логически, так сказать. И суммировали. Либо можете в лоб писать. 1 восьмая. Плюс 1 четверть. И так далее. И просто в лоб записать все это по порядку. Привести дроби к общему знаменателю. К общему знаменателю. Полученную дробь. Там если получится какая-то такая дробь, что будут большие. Большие, большой знаменатель. Ее значит сократить нужно. Сократить нужно. Если вы все правильно посчитали. И если этот такт верно записан. То у вас должно получиться дробь 13 вторых. Вот. Можете так делать. Можете чисто математически это считать. Но лучше сделать так и так. То есть не полагаться просто на сухой, так сказать, расчет. А сделать более осмысленный расчет. Более осмысленный расчет. Потому что когда вы будете исполнять музыку по нотам. У вас не будет времени на то, чтобы взять. И вместо того, чтобы играть по нотам. Сидеть и записывать вот эти дроби. Это бесполезно. Вы так по нотам играть так. Вы не научитесь. Поэтому вы должны сразу смотреть и анализировать. И никаких расчетов не делать. Все расчеты делать в голове, в уме. И стараться как можно больше охватить. Именно непосредственностью. То есть как можно больше охватить непосредственным просчетом. То есть таким просчетом, который ясно очевиден. Я не знаю, как это объяснить. Но, например, вот когда я смотрю на какой-либо такт. На какой-либо такт. Я уже не все просчитываю. А сразу могу сыграть. То есть идет какой-то непосредственный просчет. Непосредственный просчет. Вот если изначально вот так просчитывать. То скорее всего он появится. Этот непосредственный просчет. Хотя я вот по таким упражнениям не занимался. Это я специально придумал для своего канала. Вот такие разные упражнения. Потому что это очень интересно. Как мне кажется, сидеть вот так и считать. Вот эти паузы. Как по мне, так это довольно интересно. Ну и понятно, что интересно еще и потом будет играть. Ну музыку, какие-то пьесы. Но просто в отрыве от музыки. И вот так считать что-то. Это тоже довольно интересно. Это чем-то напоминает математику. Чем-то напоминает математику. Ну тем, что используются дроби. Но не более того. Пока только дроби. Все. Этот урок закончен. На следующем уроке мы проверим домашнее задание. Посмотрим в каком же такте была допущена ошибка. И будем дальше изучать ту тему, которую я вам выберу. До следующего урока.